это еще один маргинал абсолютный причем вот книжки про александра аскольдова никогда не будет во первых потому что если писать просто его биографию ну как бы особых каких-то оснований нету если писать биографию режиссерскую практически ничего не снял то есть нет каких-то базовых оснований чтобы когда-то было написано книжка александр яковлевич ушел из жизни несколько лет назад и единственная книжка на сегодняшний момент где что-то можно прочитать буквально две странички это вот книжка евгения марголита в ожидании ответа это сборник его текстов которые издательство розбат сделала про разные фильмы там последний фильм 2014 года ну в том числе здесь есть и об аскольдове буквально пара страничек на основе интервью который брал марголит когда-то для проекта чапаев это такие видеозаписи по истории кино который делал журнал сеанс вот есть парочка фильмов про аскольдова есть как бы серьезный фильм александр аскольдов судьба комиссара валерия балаяна такого кандового документалиста либеральных взглядов 2005 года когда еще был жив аскольдов есть пара телевизионных передач 1 посвящена на канале культура посвящена библейским сюжетом и поскольку комиссар к этому имеет тоже отношения там была встреча с аскольдовом найти следы этой передачи вот в сети мне не удалось больше и есть программа линия жизни где аскольдов тоже о себе разговаривал в принципе его жизнь делится вот на два периода до комиссара и после комиссара и обычно когда об аскольдове говорят все время разговаривают про судьбу его фильма положенного на полку и собственно как-то забывается какая-то предыдущая биография которая была до этого и в общем теряется определенный смысл приключения положенного на полку фильмы и его режиссера славная судьба режиссера после того как фильм был снят с полки вот я хочу поговорить ну естественно я не избегу никак разговора а биографии но надо сказать что применительно к аскольдову ну каждого есть биография даже у маленького ребенка там какая-то какие-то этапы жизни уже складываются то есть в любой точке жизни у человека есть биография аскольдов прожил большую жизнь большую жизнь 86 лет и вот его биография она в большей степени говорит о судьбе чем а биография о наборе каких-то фактов то есть там есть некая формула судьбы уникальная вот поэтому у меня и называется лекция шок судьбы значит александр якольч родился 17 июня 32 года он родился в москве но я назвал его в преамбуле коллекции киевляниным точнее как в украине говорят кияниным вот он киянин потому что буквально сразу его отец перебрался точнее был переведен в киев он у него было у аскольдова совсем небосоногое детство он был из элитной семьи его отец яков лазарь аскольдов родом как вы по имени отчество и фамилии чувствуете из черты оседлости российской империи из местечек он родился отец его в слуцке а сам он из рода калманович через местечко подгродно любчи то есть это люди еврейской провинции еврейской черты оседлости отец его был красным командиром настоящим командиром там вплоть до полковника литовским полком командовал участвовал в освобождении украины красными войсками получил два ордена боевого красного знамени что в общем до появления ордена ленина это был главный главная награда нового государства и стал когда начались пятилетки стал важным действующим лицом в металлургической промышленности дружил сергора джиникидзе который эту промышленность организовал и кончил плохо застрелился значит он был организатор этой промышленности на украине и в сибири в тридцать третьем году то есть через год после рождения сына героя моей лекции но уже после переезда в киев семьи из москвы где родился александр аскольдов его направили в новосибирск руководить новосибирским металлургическим комбинатом причем аскольдов некоторых интервью вспоминал что времена были настолько тяжелые ну вряд ли он это помнит видимо по рассказам матери что мать ходила на работу она была врач по образованию ходил на работу с наганом бандитизм в сибирских городах был развит в частности в новосибирске просто так по улице пройти было тяжело женщине одинокой в отец все время отсутствовал то есть метался между москвой и новосибирском в но в москве в тридцать седьмом году он был арестован и собственно говоря в этот момент семья была в москве уже вернулась и отца больше александр аскольдов не видел отец был приговорен по 58 статье по первой части к расстрелу расстрелян реабилитирован был посмертно пятьдесят пятом году только соответственно когда пришли за матерью после отца маленький мальчик александр как-то интуитивно догадался что кончится все плохо и несмотря на то что в тот момент он еще не умел даже завязывать шнурки а это было в киеве уже он сбежал одел ботинки не завязал шнурки было лето пахло очень сильно каштанами он запомнил на всю жизнь ненавидел этот запах с тех пор шел по киеву и дурел от запаха каштанов весеннего и каким-то интуитивно друзьям родителей пришел друзья быстро сообразили что происходит и спрятали его а потом отправили к бабке в москву бабка жила рядом с новодевичьим монастырем и как-то они там кантовались сорок первом году вышла из заключения мать поскольку она война еще не началась она была врач работать по специальности она не могла соответственно нанялась нянечка в детский сад но повезло наступила война повезло да и нужны были врачи и она стала работать по специальности попала в руки к андрею багдасарова это очень известный наш гематолог то есть специалист по крови который был организатором системы донорства во время войны и она стала его правой рукой и соответственно одним из организаторов донорского движения в ссср во время войны что было принципиально важно вот вот когда я написал название лекции шок судьбы я имел виду вовсе не положены на полку фильм комиссар а потому что в общем после этого в основном какие-то счастливые события были в жизни в целом счастливой жизни аскольдова которая тем не менее счастье ему не принесла ну что я имею ду он не сидел не был убит он в общем все время был в работе прожил большую жизнь не болел самый шок с ним случился в тот период которым занимается организация под названием мемориал вот это был шок вот этот шок и сделал из него режиссера и автора он несомненно автор несмотря на то что маргинальная фигура в кинематографе не наш не вошел в канонические учебники кинематографу оттепели хотя естественно когда мы говорим о фильме комиссар речь идет о новой волне в период оттепели после оттепели была определенная инерция когда был накачан воздух свободы этот воздух свободы он какое-то количество времени давал творческие протуберанцы надо сказать что аскольдов потерявший отца но тем не менее приобретший назад мать которая пошла по специальности работать и работала вполне себе на хорошо оплачиваемой работе как я сказал у нее не было босоногого детства он всегда хорошо обеспечивался он не страдал он всегда работал на очень таких видных точках заметных помимо того что это был очень высокий человек как же жак таки приблизить метр девяносто значит в этом плане он был вполне себе счастлив он поступил несмотря на репрессированный расстрельного отца в мгу на филфак то есть главный у страны учился на филфаке пятьдесят третьем году не оттаившая страна плачущая по диктатору и тут выходит такая статья об искренности литературы который в общем предлагает как-то сшибать каноны ну не так впрямую но тем не менее сшибать каноны соцреализма опостыливший за 20 лет существования как вы помните ориентация на соцреализм состоялась календарно в тридцать четвертом году на первом съезде советских писателей но вот 20-летие соцреализма и соответственно ну что могли делать с автором такой статьи ну били этого автора везде во всех газетах и журналах мочили по полной программе писали какая деструктивная отвратительная безобразная статья и только в большой газете комсомольская правда вышла небольшая заметка в поддержку этого текста подписанная тремя аспирантами фил фака мгу одним из этих аспирантов было александр аскольдов надо сказать что на тот момент создалось такое многовластие коллективное руководство так называемый период после смерти сталина и ликвидации берии соответственно одним из видных руководителей был как раз украинский деятель никита хрущев а у него была дочь а у дочери был муж и муж был редактором комсомольской правды поэтому несмотря на то что на филфаке мгу началась буча по поводу текста написанного аспирантами включая аскольдова никаких последствий прямых не было поскольку редактором выступила джубей алексей джубей он еще не был редактором известий десятилетия джубеев известий было знаменито вот и в общем аскольдова не трогали он как-то в кинотеатр титан хотел пойти с друзьями в итоге друзья почему-то не пришли хотя забили время и место и пришла только одна девушка светлана в общем это был хороший поход в кино и в пятьдесят третьем году участие на филфаке он женился на этой светлане и прожил с ней вот огромный период жизни то есть и здесь он в общем счастливый у него дочь в швеции живет внуки там многочисленных которых он видел нянчил и так далее но последствия тем не менее были потому что он хотел двигаться по филологической линии но в аспирантуру мгу ему в том числе из-за этой статьи поступить не дали и поступил он даже более модный на тот период вуз в литературный институт имени герцена в аспирантуру это было во первых модно во вторых самый период оттепели когда там и в качестве преподавателей и в качестве аспирантов и в качестве студентов тусовались всякие прекрасные люди классики начинающие классики будущие классики одним из близких его друзей был и евтушенко одна из студенток которая принесла ему свои стихи на чтение рецензирования было было ахмадулина а причем рецензировать давали тексты аспирантом и за это платили это еще и был заработок хороший для аспирантов и этот период очень творческий для него был и в какой-то момент удивительным образом мастер его чуть ли не декан одного из факультетов который к носился предложил ему писать диссертацию по михаил булгаков от чего аскольдов чуть не подпрыгнул потому что несмотря на то что булгаков был в общем любимый один из любимых авторов сталина он был репрессированный автор автор которого в общем не печатали основные произведения при этом он был киянин тоже и аскольдов был киянин носил киев как бы в крови и не то что любил булгаков на самом деле аскольдов он автор и маргинал во всех смыслах он например уже в двухтысячные годы говорил что удивляется отношению современному в россии к булгаков потому что считал его отношением преувеличенным что как-то неадекватно оценивается вклад булгакова в русскую литературу завышена он как-то сам ягод вот влюбчивый читатель ягод больше люблю даже не очень отточенную но драматургию булгакова например то есть он роман мастера маргарита как принято совершенно не выделял нет у меня такого чтобы я отвечал что мастер маргарита любите конечно читайте ну вот и при этом парадокс в том что благодаря вот этому сватовству мастера александр аскольдов стал первым кто начал воскрешать имя в общем первым булгаковедом кто начал воскрешать и и имя булгакова и практической своей работой и и работой на диссертацию направлены и текстом первый текст после всяких периодов молчания булгакове при том что если вы почитаете некролог булгакова да когда он умер там написано умер великий то есть напечатанный в газете в советской умер великий писатель то есть такое парадоксальное то есть с одной стороны основные произведения под спудом антисоветские а с другой стороны умер великий писатель но так вот первый кто воскресил диалог о булгакове тогда был наиболее модный журнал по искусству по искусству театра и по искусству кино журнал театр все будущие киноведы там не зоркая мая туровская все печатались и были членами родколлегии журнала театр и вообще гитис дал огромную волну киноведов советских оттепельных все основные оттепельные киноведы это были театроведы по образованию они в гиковцы с киноведческого факультета но так вот и хотя первое поколение в гиковцев аспирантов довоенная это были мощные все фигуры киноведческие так вот они просто все погибли во время войны кроме одного нет кроме двух но правда самых таких ростислав юренев прошел всю войну и прожил больше 90 лет и семьюн казаревич фрейлих 41 года уже будучи аспирантом киноведческого факультета в гика возглавлял роту разведывательную которая в общем в риергард шла брала языков резала глотки прошел всю войну остался жив я имел честь с ним быть знакомым продавать его книжку теории кино когда он ее сдал много сделать и рожил тоже огромную жизнь прожил жил в киноведческом доме на набережной напротив парка культуры на фрунзенской набережной значит булгаков вот в этом журнале театр аскольдов печатает статью небольшая статья еще не приведшая его к вот такому большому булгаковеднию которым он только начал заниматься которая называлась восемь снов ее можно найти при желании так вот для своей работы для своего исследования он ничего умнее не придумал как пойти в телефонную будку тогда в телефонных будках были привязаны толстые телефонные книги и на фамилию булгаков обзвонить всех уточняя имеют ли они какое-то отношение к писателю великому русскому и в какой-то момент он наткнулся на елену сергеевну булгакова который сказал я его супруга бывшая вот он познакомился с еленой сергеевной стал ее ближайшим другом стал хранителем архива и когда она уезжала летом на дачу рукопись в том числе рукопись мастер маргариты лежала в коммуналке где жил аскольдов у него под кроватью вот и есть дарственная надпись где написано саши аскольдову дон кихоту пятьдесят седьмого года автограф елена сергеевна вот и он занимался описанием архива булгакова всех его рукописей и у него есть некоторые документы он показывал вот в своих интервью их копии которые до сих пор не востребованы так вот отечественное булгаковедение работает есть публикации писем к нему например елена сергеевна и написано что адресат не идентифицирован при том что адресат был жив здоров можно было прийти и спросить он смеялся очень над этим ну вот он начал описывать этот архив вместе с супругой булгакова еще до того как была создана государственная комиссия по которую возглавил константин симонов которая занималась архивом булгакова потом он уже работал вместе с симонов у них были довольно сложные отношения был период влюбленности аскольдова в симонове но они ругались там чуть ли не дрались в какой-то момент тем не менее вот эта работа была сделана так что александр аскольдов это еще и первый отечественный булгаковед официально вот такая хитрая карьера филологическая аспирантская привела его в какой-то момент что он стал одним из чиновников госкино он был одним из членов сценарно-редакционной комиссии госкино и то есть это подразделение министерство культуры министерство культуры находилось там же где она находится в гнездниковском переулке госкино там же находится и все это вместе был один механизм которым он работал в какой-то момент он стал референтом Екатерины Фурцевой знаменитый такой вполне себе одиозный министр культуры СССР он был заметный по росту человек и заметный по должности он курировал театры давал отмашку на выпуск спектаклей то есть от него непосредственно зависело будет работать железная рука цензуры а что такое цензура это тоже элемент принуждения к единству или не будет Алексей Юрьевич Гирман который работал как вы помните из одной из моих лекций в начинал свою карьеру режиссерскую у Товстоногова в большом драматическом театре он помнил что приходил такой огромный человек Аскольдов он не знал никто ничего но он говорит что это редкий случай когда Товстоногов герой социалистического труда и все такое депутат Верховного Совета СССР выходил встречать человека на вход театра он говорит что это что-то уникальное происходило если Товстоногов выходил из кабинета проходил весь коридор и выходил навстречу человеку он понимал что это кто-то приехал очень важный вот это был Аскольдов вот и в какой-то момент Аскольдов увлекся кинематографом поскольку проник в это пространство ему было интересно и поступил на высшие курсы непонятно поскольку биографии Аскольдова никакой нет непонятно у кого он был в мастерской видимо у Сергея Герасимова но может быть у Михаила Рома непонятно обоих он называет ну Герасимова больше он ценит видимо все-таки у Герасимова это уже шестидесятые начало ну видимо в шестьдесят пятом где-то он поступил на курсы на курсах высших учится два года это второе образование то есть туда может поступить только человек с высшим образованием и учит там два года в мастерских соответственно в шестьдесят седьмом году он приступает к съемкам собственного фильма причем фильм планировался совершенно другой но как-то в союзе кинографистов то бишь там же где он сейчас и находится он от какой-то знакомой девушки услышал про рассказ Василия Гроссмана в городе Бердичеве и пошел в библиотеку взял рассказ как-то описало что Ласкольдов еврей из Киева заинтересовался этим рассказом и пошел семь страничек прочитал и тут же отбросил тот сценарий над которым он работал и стал работать над сценарием который стал называться комиссар черно-белая картина где только один цветной элемент название написанное красным шрифтом вот теперь интермец значит ну мы знаем период оттепели вот он начался в пятьдесят третьем году после статьи Владимира Померанца кстати есть очень интересный забытый богом и людьми четырехтомник называется литература вот теперь изданное издательством которое на чистых прудах когда-то располагалось в прекрасном доме сталинском московский рабочий у него был просто золотой период в перестройку и в девяностые годы после чего оно было ликвидировано это издательство занималось в большей степени москвоведением очень много москвоведческих книжек изданы именно там но в период перестройки они как-то увлеклись вот копанием оттепельной литературы очень много всего издали ну и они еще одно из направлений было они издавали каких-то начинающих московских писателей многие писатели издавались у них раньше чем попадали в журналы вот было в этом плане удивительно издательство вот там есть четырехтомник литературы оттепеля там есть и статья естественно Владимира Померанца и куча всего того что сейчас забыто не переиздается как бы не актуально но исторически все еще актуально так вот этот период начался в 1953 году статьей Владимира Померанца сама оттепель как бы закончилась не на выставке когда Хрущев пидорастами называл Эрнста Неизвестного с сотоварищами в Манеже она закончилась с отставкой то есть с переворотом элитарным переворотом 64-го года когда ЦК решила отстранить Хрущева за волюнтаризм это официальная формулировка то есть проявление каких-то взбрыков болевых и пришел Леонид Ильич Брежнев значит молодой красивый бровастый с разбитой на войне челюстью почему она говорила так всегда вот восстановленный из кусков и 30-летие застоя началось но на самом деле 30-летие застоя началось вовсе не с застоя хотя суд над Бродским это 66-й год и там весь процесс Синявского Даниэля и вся череда гонений на диссидентов то есть принуждение к единству а началось тоже как всякая новая метла с такой вполне себе вольной вольницей и соответственно эта вольная вольница выражалась в том что некая культурная инерция несмотря на суды над диссидентами и тунеядцами какая-то вольница продолжалась и если не в литературе то в кино точно в кино надо сказать оттепель наступила немножко с задержкой то есть текст написать об искренности в литературе легче чем снять кино занимает время если 53-й год вторая половина это появление статьи об искренности в литературе и начало оттепель а потом соответственно два романа Ильи Эренбурга оттепель и буря один из них собственно и дал название этому историческому периоду то в кино все началось позже формально во ВГИКе до сих пор преподается что оттепель в кино началась ну там в 56-м году фильм 1941 или точнее 1941 Григория Чухрая потом еще три года спустя его же фильм баллада солдати а до этого летят журавли то есть задержка на три года тем не менее явная конечно надо вот если бы Евгений Маргольд сейчас присутствовал он бы явно тут же сказал что не все фигня никакой не 56-й год никакой не Григорий Чухрай а там какой-нибудь назвал фильм про который мы ничего не знаем вот но так сложилась история что какие-то фильмы может быть незаконченные может быть не увиденные может быть там по разным совершенно биографическим или политическим причинам ушедшие из истории выпавшие но тем не менее во ВГИКе каноническом вузе для обучения кинематографу по мифологии российского кинематографа к сожалению значит вам первым фильмом оттепели назовут и покажут 41-й Григорий Чухрай и будете его смотреть в цвете соответственно несмотря на то что формально заканчиваем оттепель в 64-м году в кинематографе вот инерция оттепеля шла аж до 74-го года несмотря на то что естественно фильмы клались на полку тем не менее я для себя в кино закрытие оттепеля обозначаю 74-м годом то есть годом самоубийства он повесился Шпаликова и смертью Василия Макарда Шукшина вот собственно на этом оттепель закончился в кино то есть она длилась в кино явно дольше чем в литературе соответственно 67-й год когда был снят дебютный фильм Александра Аскольдова очевидно в этот период подпадает то есть это типичный фильм периода оттепели кинематографической оттепели российской советской и это соответственно период новой волны советской которая была и до сих пор еще даже в чем-то оказывает влияние уже конечно такое на уровне киноведения и кинокритики только но тем не менее оказывает то есть оказывает на умы влияние соответственно сразу Аскольдов показал себя как автор ну понятно что он был филолог помимо того что просто закончил МГУ он был еще выпускник литературного института и высшие курсы то есть все карты в руки чтобы он сам написал сценарий и он сам написал сценарий соответственно сценарий комиссара это сценарий авторский и в титрах вы увидите автор сценария режиссер Александр Аскольдов то есть это первый знак авторского кинематографа что важно то есть он сразу себя в первом же фильме дебютном проявил как автор и сразу как только был написан сценарий по рассказу Василия Гроссмана другого жертва цензуры и тоже уже в 90-е годы вошедшего в историю отечественной литературы как классик то есть с задержкой на 30 с чем-то лет «Жизнь и судьба» были написаны в 61-м году так вот по рассказу в городе Бердичево этот авторский сценарий был написан и сразу он видел двух исполнителей главных ролей то есть сценарий писался под конкретных актеров под Нонну Мордюкову для которой это стало собственно главной ее ролью в карьере у нее такой большой роли нету несмотря на то что фильм лег на полку и Ролана Александровича Быкова ну надо сказать что судьба у Мордюковой такая интересная то есть светская судьба она жена Штирлица Вячеслава Тихонова да есть публичная народная любовь поскольку она сыграла в таких фильмах может быть даже небольшие роли может быть даже роли второго плана ну кроме родни Михалкова да в которых она запомнилась есть у нее там естественно важные роли и социалистического реализма никуда деться нельзя было но Ролан Александрович Быков это вообще одно из важнейших лиц и советского и российского кинематографа и одно из важнейших лиц периода оттепели и достаточно просто сказать что помимо главной роли в фильме Аскольдова который был положен на полку мы помним его роли и у Андрея Тарковского в Андрея Робулеве шут его скоморох незабываемый и практически главная роль в фильме тоже положенным на много лет на полку чуть чуть более позднего периода Алексея Юрьевича Германа проверка на дорогах потому что это в общем ключевая смыслообразующая роль в этом фильме из-за которой собственно этот фильм и был положен на полку так вот под этих двух актеров сразу писал Александр Аскольдов и все сложилось он написал сценарий поехал пробивать его ну искать какую-то поддержку Герасимов Герасимов в тот момент что-то снимал в Меусах вот он туда поехал Герасимов одобрил и были выделены деньги и начали съемки на Украине надо сказать что Нона Мордюкова это тоже уроженка Украины она с Донбасса она из Константиньевки снимали они на Украине снимали они в двух городках в двух ну им надо было снять еврейское местечко почему они не снимали в Бердичеве я вот ума не приложу не нашел никакой информации и никто никогда в интервью Аскольдов почему-то не спросил почему они в Бердичеве снимали совершенно загадка природы Бердичев до сих пор есть на месте 25 тысяч жителей или 75 нет 75 тысяч жителей как был местечком так и остался снимали они в двух городках один фантастической красоты украинский город прогуглите посмотрите картинки Каменец-Подольский где была снята сцена из-за которой фильм и был положен на полку в том числе и городок который тогда назывался царапающим названием Цурюпинск назван был в честь такого видного деятеля революции и постреволюционного строительства Александр Цурюпы он был начпрод то есть народный комиссар продовольствия умер в двадцать восьмом году в Крыму от пролеча сердца как раньше называли инфаркт в мухалатке так вот в двадцать восьмом году как он умер город Алешка Алешки в котором он родился когда-то был назван Цурюпинск кому-то пришла значит вот такая фантазия в голову и так вот в советские годы он был Цурюпинском и в этом Цурюпинске снимали картину комиссар а сколько нужно было еврейское мечтечко надо сказать что кастинг феерический помимо Мордюкова и Быкова мы там видим не кого-нибудь а Василия Макаровича Шукшина причем роль его удивительным образом напоминает известный по тридцатым годам облик Василия Чапаева в исполнении Бориса Бабочкина вот ну явно делали понимая старую еврейскую бабку очень типичной еврейской внешности пугающей еврейской внешности все время оттопыренному платком ухом играла настоящая княжна русская Людмила Волконская можете посмотреть тоже такая актриса необычная театральная была тюзовская актриса и жену главного героя сыграла киевская актриса живая слава Богу действующая сейчас она во-первых второе действующее лицо в союзе театральных деятелей Украины то есть она киянка и вообще долгое время возглавляла молодой театр киевский Раиса Недашковская она довольно часто приезжала до войны в Москву на всякие показы связанные с комиссаром в отличной форме в общем она сыграла еврейскую красавицу жену героя значит в чем сюжет сюжет революционный очень простой революция гражданская война освобождение освобождение Украины красные уже довольно сильные тем не менее огромное количество всяких разных войск махновцы зеленые всякие банды по Украине некоторые в фильме называются какая-то Маруська дикая там в общем будете смотреть фильм услышите эти названия там один из главарей банды брату персонажа Ролана Быкова отрезал ножницами портновскими бороду вместе с головой о чем жалеет Ролан Быков в одном из важнейших эпизодов этого фильма местечко маленькая освобождают его красный отряд которым командует персонаж Василия Макарыча Шукшина орденоносца орден боевого красного знамени мы у него видим а у него комиссаром женщина то бишь баба Клавдия Вавилова ее играет Нонна Мордюкова комиссар три месяца в седле а хотят они ее в городке оставить потому что она глубоко беременна совершенно нетипичные для кино оперейки революции и вообще понятие комиссар к 67 году когда снимался фильм уже так немножко затерлась сошло на нет соцреалистический реализм как-то так отформатировал искусство что романтический революционный образ комиссара стал не нужен вот эти вот окуджавские комиссары в пыльных шлемах которые склонились молча над ним над окуджавой булатом шалычем это воскрешение романтического образа революции откуда какую-то творческую энергию питал вот этот вот молодой континиум который мы называем новой волной то то есть им надо было откуда подзаряжаться особенно функционируя в официальном искусстве то есть идя по советскому пути и заряжаться они могли чем-то советским и они нашли для себя самым энергичным заряжающим местом годы революции гражданской войны соответственно образ комиссара это был центральный образ ну понятно что в социалистическом реализме центральный образ был комиссар кто это такой это партийный руководитель военного подразделения то есть как бы в социалистический реализм вписывается но на самом деле социалистический реализм был вождистский выродился уже в тупой вождизм сначала это была лениняная фигура Ленина которая превратилась в страшный картон потом это уже была сталиняна и фигура Сталина в исполнении Геловани которая превратилась даже уже в гротесковый картон к моменту начала оттепеля если не помните в падении Берлина когда Сталин прилетает в Берлин то чего никогда не было выходит в белом кителе генералиссимуса с самолета его встречают представители разных народов а это цветной фильм и женщина представительница одного из народов подходит к нему и целует его куда? в плечо вот попробуйте прогуглить и узнать кого целовали в плечо откуда это вообще в голове возникло и почему в плечо то есть в общем вот такая гротесковая уже Сталиняна соответственно образ вождя не мог заряжать людей оттепели новую волну а образ комиссара романтический образ мог соответственно комиссар идеологическое название для фильма про город Бердичев и тем не менее образ комиссара романтического был заранее в сценарии ну и в рассказе перевернут потому что комиссар это фигура ведущая это фигура заранее героическая а тут беременный комиссар то есть идет просто какая-то работа на снижение образа собственно так это и и воспринималось снижение образа комиссара беременный комиссар который хотел избавиться от ребенка мордюкова хотел избавиться от ребенка Но поскольку активность революционная, военная, не давала ей, она так три месяца проездила на седле и не успела. Соответственно, больше она не комиссар, помочь подразделению полку она никак не может, и надо ее оставить, чтобы она спокойно родила. И, соответственно, подселяют ее, ничего умнее не придумали, в еврейском местечке, которое только что захвачено или освобождено от зеленых, белых, махновцев и кого-то еще. Подселяют ее в еврейское семейство, где лудильщик и жестянщик по имени Ефим, которого играет Ролан Быков. Причем фамилия у него очень смешная, Ефим Магазанник. Так вот, Ефим Магазанник с красавицей женой и с шестью детьми, и с матерью, которой играет русская княжня Людмила Волынская. Если я сказал Волконская, это оговорка Людмила Волынская. Соответственно, у него всего две комнаты, а у них забирают одну. Соответственно, самому отцу семейства приходится, ну, вы знаете, Ролан Быков маленького роста, компактный человек, ему приходится спать на каком-то грязном-грязном матрасе во дворе. А все остальное семейство спит буквально на полу в повалку. Соответственно, сначала, конечно, они проявляют неудовольствие, но в тот самый момент, когда человек, который подселяет комиссара, уходит, они, в общем, проявляют чудеса гостеприимства, называют «Мадам комиссар». Вообще, там очень смешная еврейская речь, взятая из знания, как звучит еврейская речь в Украине самого Аскольдова и, конечно, из Гроссмана. Он, конечно, не бабель, но, тем не менее, язык у него вполне себе сочный в рассказе. И они быстро понимают, что она беременна, и начинают ее готовить к самому главному еврейской семье, к родам. Вот такой вот сюжет. Основная его часть. Финал, поскольку она комиссар, а фронт опять приближается, она оставляет ребенка новорожденного благополучно с их помощью этой еврейской семье, а сама в бой, в поход уходит. То есть вполне себе такой канонический вариант. Долг превыше. Но фильм, на самом деле, несмотря на то, что он рифмуется с библейскими притчами, с разными, он о любви матери к детям, в общем, он о смыслах, о больших смыслах. Он не о долге, он не об идеологии, он не о счастье революции, он о чем-то большом, да еще замешанном на еврейском материале. Я не рассказал всех там нюансов, они не нужны. Но то, что я рассказал, важно для понимания того, как сделана эта картина, потому что мне интересно поговорить про ее эстетику. Поскольку эта картина, как я уже сказал, явный яркий пример кинематографа «Новой волны», кинематографа «Оттепели», хоть это и пост-оттепель такая, но я кинематографическую «Оттепель» настаиваю, датирую, конец ее, в 74-м году. Просто вот буквально после смерти Шукшина и Шпаликова кинематограф перешел на совсем другой язык. Советский кинематограф перешел на совсем другой киноязык. В целом, конечно, были какие-то там авторские стратегии, но в целом и метафорика, и умолчание, и все было уже другим. И уж совсем не было какого-то воздуха и романтизма какого-то, который и отличает оттепель, какая-то легкость. Легкость от чего? От наличия кислорода и в воздухе, и в крови. Потому что принципиальный элемент поджигающей творчества – это свобода ее ощущения, субъективное. Значит, чем характерен фильм? Надо сказать, что у фильма, помимо кастинга феерического, были еще интересные соавторы. Помимо Гроссмана, автора рассказа, музыку к фильму. Вам покажется, что ее немножко много. Так, немножко традиционно для этого периода музыкой заливался фильм, как майонезом. Да, такой и есть. Но музыку написал Альфред Шнитке, поэтому, в общем, можем ему это разрешить. И Валерий Гинзбург – оператор. Оператор и младший брат Александра Галича. Галич – оригинальная фамилия. Валерий Гинзбург тоже, Галич – суперзвезда сценарная, театральная, на тот момент советская. В 1976 году он эмигрировал, а к тому моменту Валерий Гинзбург уже преподавал во ВГИКе операторское мастерство. И, естественно, Валерий Гинзбург был из ВГИКа уволен. Но оператор был прекрасный, все его эксперименты на фильме «Комиссар» вы можете увидеть. Значит, какие эстетические элементы, помимо сценария, который вызвал неприятие окружающей среды. Косые ракурсы, очень нетипичные, вполне себе такие урусевские. Прямо все под углом снято. Ну, то есть мы там, конечно, что-то увидим из 1941-го, но, тем не менее, вполне себе оригинально сделано. И основные эпизоды, помимо текста, текста переиначенного, вы не совсем узнаете рассказ Гроссмана в сценарии Аскольдова. Та философия, которая в устах, прежде всего, Ефима Магазанника, то бишь Ролана Быкова, звучит, совершенно отсутствует в рассказе Гроссмана. Рассказ Гроссмана, в общем, про другое. Так вот, помимо сценарных ходов, вот этих текстов с некой философией, основанной на знании Библии, там есть то, что называется киноязык. И этот киноязык привязан к снам, естественно, сон, прекрасная возможность устроить из визуализации какой-то фейерверк. И не только потому, что нам об этом Феллини рассказал, это знает каждый кинематографист. Сон — это спасение. Во-первых, во сне могут происходить, в реальном сне, любые события, любые образы могут приходить к вам во сне. Во-вторых, это дает дополнительную свободу для кинематографиста. Так вот, основные эпизоды, где визуализация зашкаливает, и монтажные, и по постановке кадров, то есть внутрикадровый монтаж — это сны и галлюцинации, сны, бред и галлюцинации комиссара. Она, во-первых, волнуется из-за того, что ей пришлось покинуть. А какого уровня она комиссар, там в самой начальной сцене, когда они ловят дезертира. Я не буду рассказывать вам весь сюжет, но там есть сцена поимки дезертира, и она действует как настоящий комиссар, которых мы знаем. Лариса Рейснер — комиссар, Алла Демидова в фильме «Служили два товарища», ее играет. Она ловит Попанова и кого? Нет, не Попанова, а Янковского и кого? И Ролана Быкова. И чего она им говорит? Расстрелять. Как реально Лариса Рейснер действовала. Так вот, из артистических исключений соображений. Кстати, совершенно блестящая роль Быкова. Ну, у Быкова вообще нет проходных ролей, но это, ну, служили два товарища. Это просто фейерверк какой-то артистический. Ну, так вот. Комиссарша волнуется и плохо спит. Как говорит про нее жена Ефима, всю ночь ходила в комнате, как тигр в клетке. Она волнуется, у нее галлюцинации и тревожные сны. После того, она начинает рожать и теряет сознание. И у нее галлюцинации опять. И плюс есть эпизод тревожный, когда они сидят в подвале, когда в город входят опять махновцы или кто-то там еще. Когда она вдруг получает галлюцинацию, смотрящую в будущее. Она вдруг видит, условно говоря, 41-й год в своих фантазиях. Это, собственно, эпизод, который потом Элем Климов и Андрей Смирнов, руководители Союза кинематографистов в середине 80-х годов, предлагали, из дружеских соображений, предлагали вырезать автору фильма. Чего он, естественно, не сделал. Поскольку это, собственно, один из важнейших авторских элементов этого фильма. Почти что ради этого снят весь фильм и просили вырезать этот эпизод. И действительно, совершенно уникальный эпизод для советского кино. Потому что там комиссарша, условно говоря, 20-го года провидит будущее, 41-й год. Совершенно неожиданно для советского кино. Ход невозможный. Особенно на уровне 60-х. Даже, точнее, даже на уровне 60-х. Так вот, очень субъективная камера Гинзбурга. Например, в тот момент, когда вся семья еврейская в первую ночь ложится, некий дух святой в виде камеры операторской движется по этому логову, потому что они все на полу лежат, и это не выглядит комнатой или домом, или квартирой. И заглядывает в лица детей и спящих родителей. Такой необычный ход. Субъективный, но с точки зрения кого, неизвестно. Есть эпизод, когда Нонну Мурдюкову персонаж Раисы Недашковской бьет по щекам, чтобы она пришла в сознание во время родов. Ну, знаете, роды длятся много часов. У кого-то кому повезло 4 часа, у кого-то 8, у кого-то 14. Вот она там в этом деревенском состоянии, впадает в бессознательное состояние, чтобы ее вывести из этого. Ее жена Ефима бьет по щекам очень сильно. Голова Нонны Мурдюковой болтается, и мы видим Нонну Мурдюкову с точки зрения жены Ефима, которая бьет ее по щекам, но при этом камера нам показывает, как выглядело бы лицо Нонны Мурдюковой, если бы сама Нонна Мурдюкова, голова которой болтается, смотрела на себя сама. То есть такой парадокс. Ну и, конечно, «Сны». Там сюрреалистические сюжеты. Есть сюжет, где бойцы Красной Армии в полной боевой выкладке косят пустыню песок косами. И вот такие, не буду вам все рассказывать, очень красиво придуманные, совершенно авторские, необычные эпизоды, которые никому отнести, никакому автору советского кино нельзя. Нельзя сказать, что это цитата или это похоже на кого-то. Ни на кого не похоже. Абсолютно индивидуальный авторский язык режиссера-дебютанта. То есть это его видение авторское, которое он спроецировал на экран. Это очень важно. Ну и главный эпизод, который снимался Каменец Подольском, что видит, когда провидит будущее неожиданно комиссарша Людмила Вавилова. Она видит сцену Холокоста, когда все еврейское семейство, точнее, все еврейское население городка, местечко ведут в лагерь. И там мы не сомневаемся, что это лагерь. Во-первых, у всех, включая Ролана Быкова, его жены, детей и персонажи княжны Людмилы Волынской, у всех звезды. Помимо этого, там везут гроб, на котором тоже звезда наклеена. При этом за гробом идет еврейский музыкант, играет на скрипке. В общем, шикарная сцена. Сцена потом была описана в журнале «Таймс». Статья в журнале «Таймс» вызвала реакцию известного персонажа. Спустя уже много десятилетий Стивена Спилберга, и он официально говорил, эта статья есть в архиве Аскольдова, очень повлияла на аналогичную сцену в списке Шиндлера. Соответственно, диалог киноязыка тоже налицо. Надо сказать, что с этой сценой связан комический эпизод в судьбе Аскольдова, потому что они снимали в настоящем еврейском местечке, в Каменец-Подольском. Никто из евреев сниматься, а там все евреи в этом городке, не хотел. Только что была сожжена синагога, 67-й год, сожжение синагоги, проявление антисемитизма. Евреи сниматься не хотели, плюс они не верили, что такой фильм на такую тему когда-то выйдет. А вообще на эту тему фильмов в советском кинематографе до этого года не было, не снимали. Тема Холокоста не затрагивалась. Вообще. Полное табу. Так вот, евреи все отказались и даже попеняли Аскольдову. Аскольдов, надо сказать, что он в 64-м году, романтический персонаж, вступил в партию. Алексей Юрьевич Герман всегда вспоминает, что если мы-то, нас там партийные лидеры, костерили, фильмы закрывали, клали на полку, но мы-то хоть в это не верили, а Аскольдов-то реально верил в настоящий коммунист, которого два раза исключали из коммунистической партии. Вот в 64-м году, ну он и сын, сын командира красного, понимаете, да? Так вот, в 64-м году он вступил в коммунистическую партию. Соответственно, ничего умнее, член коммунистической партии Советского Союза после отказа евреев Каменец-Подольского сниматься в его фильме, не придумал, как написать письмо в Центральный комитет коммунистической партии Украины. И, соответственно, из Центрального комитета, из Киева пришел приказ, чтобы каждое предприятие выделило по два еврея. Соответственно, были выделены по два еврея, и они собрались, но сниматься опять отказались. Сказали, что этот фильм никогда не выйдет, забудь. И тут был выход Нонны Мордюковой. Нонна Мордюкова вышла и сказала, что «Товарищи евреи...» Это дословно, значит, везде цитировался и Нонна Мордюкова, и Аскольдова во всех интервью. Он сказал, «Товарищи евреи, как вам не стыдно?» Вот, мы делаем выдающееся произведение искусства, естественно, фильм выйдет в прокат, и в финале она еще и мытекнулась, чтобы они, значит, ну, это вообще в стиле Мордюковой было. В общем, как-то ситуация была переломлена. Хотя, если вы посмотрите вот эту массовую сцену, там не все лица еврейские есть, и, в общем, люди по приказу с предприятий направлены, прям как по монологу Жванецкого Михаила Михайловича про Петра Первого. На эти есть эпизоды в Петре Первом, где Симонов целует младенца в задницу, и у Жванецкого есть на эту тему монолог от имени человека, который был этим младенцем, которого Петр Первый целовал в задницу. Он рассказывает, что желающих было много, от предприятий с направлениями шли, но Симонов актер уперся, говорит, никого в это место, кроме младенца, целовать не буду. Ну, это очень смешной монолог, я его очень люблю. А все с точки зрения, что человек этот, из-за того, что судьба его из-за этого поцелуя не сложилась, все сломалось, он потерял в итоге и это место, потому что у него была нейлоновая рубашка, он ее чем-то забрызгал, пытался отмыть ацетоном, она вся расплавилась, он все это вылил в унитаз, сел на унитаз и с горя закурил. И поскольку он закурил и бросил окурок туда, полыхнул ацетон, и место, которое целовал Симонов, пропало. Это очень смешной монолог, очень желчный, антисоветский и прекрасный, как все у Жванецкого. Так вот, это одна из совершенно неожиданных для советского кинематографа, как ниоткуда, как чертик из табакерки прыгнувшая сцена, плюс весь сценарий про беременного комиссара, плюс вся тема монологов, а там шикарные монологи Ефима Магазанника, то бишь Ролана Быкова, там есть рефреном один монолог, в нашем городе, когда-нибудь будет трамвай, я когда-нибудь поеду на работу на трамвай, и буду кричать, лудить ведра тазы из трамвая, а потом этот монолог трансформируется, и он говорит, в нашем городе никогда не будет трамваев, ну, со всеми еврейскими тоннами, он там изображает персонажей шагаловских, вы сразу узнаете этих в кепке, какую-то походку, в общем, он разработал этот образ, потом очень сильно за это ругали, даже евреи, официальные евреи, ругали Ролана Быкова, они говорили, ну, почему же ваш еврей такой грязный, ну, почему такой грязный еврей, он говорит, ну, слушайте, 20-й год, бани нет, в городе, ну, в общем, как-то он пытался отбрехиваться от этого, но вспоминал это. Вообще, Аскольдов вспоминал всю свою жизнь, а Ролан Александрович умер в 98-м году, что единственный за всю жизнь его соавтор, сподвижник, сотоварищ был Ролан Быков. Вот, а Ролан Быков вспоминал, что многих били, ну, били в советском кино, но так, как били Аскольдова, не били никого. Он сказал, что все, кто с ним делал картину, ну, кроме тех, кого я назвал, все его предали, и те, кто предали, и те, кто не предали, стали бить, это дословная цитата из Ролана Быкова, и били так, как никого не били. Ближайшие... Вообще, у Аскольдова было много очень хороших друзей. Например, одним из ближайших его друзей, помимо Ролана Быкова, был, например, Юрий Нарштейн. Такой совсем товарищ, вот, товарищ. И Нарштейн тоже считает, что это самая драматическая судьба в советском кино у Аскольдова. То есть прямо вот... При том, что у самого Нарштейна тоже довольно своеобразная судьба в советском кино. Тоже со Шнитки, кстати, работал, да? Значит, картина была завершена, а мы, если пороем сеть, найдем кадры, которые не вошли в фильм. Есть кадры, которые... И даже актеры, которые не попали в титры и не вошли в фильм. Картина всем нравилась. Даже Баскаков, глава на тот момент, по-моему, масс-фильма. А фильм снят на киностудии Горького, на ВДНХ, который находится. Так вот, Баскаков ему сказал, что второй броненосец Потемкин и поехал куда-то по делам. И вот после того, как он вернулся с этих дел, началось избиение картины, потому что всегда находится вот в этой системе принуждение к единству. Всегда есть те, кто пытаются поддержать, и есть те, кто по каким-то причинам, от глупости или из конъюнктурных соображений начинают принуждать к единству. Как случилось там с фильмом Михаила Калика когда-то, когда на тот момент самый известный, выдающийся киновед Михаил Блейман, автор книг и так далее, посчитал возможным проявить такой интеллектуальный идиотизм и написал рецензию, после которой картину, где были все аргументы для того, чтобы закрыть картину. То же самое произошло и здесь. Появились те, кто хотел принуждать к единству, свистели, буквально свистели, ругались, говорили об очернении образа комиссара, соответственно, образа революции. В общем, картина была закрыта. Из Центрального комитета коммунистической партии пришел приказ Герасимову, который был, видимо, мастером Александра Аскольдова смыть ту копию, которая есть у него, а все остальные материалы, интернегатив, звук, все было приказано поместить в Госпиллион фонд. Соответственно, Герасимов в итоге не выполнил приказ, он копию не смыл. И больше того, по мифологии, в нескольких интервью Аскольдов говорил, что когда Герасимов Сергей Аполлинач умер, в сейфе у него нашли две вещи. Во ВГИКе в сейфе. У него копия фильма комиссар и партийный билет. Ну, такая вполне себе коммунистическая, поскольку правоверный коммунист, Аскольдов был, такая коммунистическая мифология. Значит, формулировки, почему закрывают картину, основная формулировка была запров непригодности. Вот этот выскочивший неоткуда эпизод Холокоста, сама структура сценария, все это образ еврея, вообще тема еврея не нравится. Говорили ему, других наций в Советском Союзе, что ли, нет? Что вы за евреев-то взялись? Почему не татары? Был вопрос. Почему не татары? Действительно. Вот. Профнепригодность. И потом еще несколько лет там были валяния буквально в судах за растрату денег. То есть, вот те деньги, которые были потрачены на фильм, воспринимались как растрата, и эту растрату вменяли Аскольдову. в вину. У Аскольдова были хорошие друзья, всякие разные, но это была, если не желтая звезда Давида, то черная метка. Формально он числился в творческом объединении «Экран» до 81-го года, но ничего не снимал. По мифологии он снял только один фильм. По факту он снял три фильма. Значит, после того, как его били, долбили, и вариантов работы в кино не было, он поехал на строительство КамАЗа и устроился плотником к бетонщикам, то есть, те, кто делает то, что называется опоки или опалубка для заливки бетонной. Естественно, он никогда этого не делал, ничего не умел, он с интеллигентной семьей, вы посмотрите старые детские фотографии Аскольдова, там все стоят драные какие-то киевские мальчишки в каких-то диких штанах, босиком, а он такой весь чистенький, все у него на месте. Вот, никогда он плотницким делом не занимался. Значит, надо сказать, что это была девятая пятилетка Брежневской эпохи, вот как раз уже такое начало застоя, начало 70-х годов такого кандового, и девятая пятилетка, она, поскольку вообще вот эта вся тоталитарная структура как-то зачахла после оттепеля в значительной степени, она пыталась себя тоже как-то оживить, какие-то меры макияжа применить. И меры макияжа была придумана воскрешение великих строек 30-х годов, сталинских строек первых пятилеток. Придумали новые стройки, причем они назывались комсомольские ударные, со всей страны выдавалась путевка комсомольцам, то есть совсем молодым людям от 17 до 25-ти, выезжать на голое место и строить на этом месте что-то великое. Вот одна из таких, собственно, самая великая стройка девятой пятилетки, самая главная, воскрешающая всю идею 30-х годов, была стройка в набережных челнах, на тот момент это был маленький татарский город, сейчас это 600 тысяч жителей, второе по величине города Татарстана, стройка города и комбината КАМАЗ, ну, комбинат, это 6 заводов и город, то есть это, в общем, строительство было масштаба 100 квадратных километров, представляете, да, сколько людей надо, они ехали в голую степь татарскую, ну, то есть тот городок, который там существовал, он в 30-е, в 30-м году был признан городком, я не помню его татарское название, потому что набережные Челны, это там уже перевернутое название, он был Чална, а Челны никакие, которые по рекам плавают, не имели отношения, но этимология трансформировалась в итоге, но суть не в этом, суть в том, что городок был маленький и все там поселиться не могли, плюс все строительство было разбросано, поэтому жили в степи, в палатках, в вагончиках и общежития только появлялись первые через 2-3 года после приезда. Строить начали в 70-м году, в 71-м, соответственно, в 76-м году ввели КАМАЗ, ну, сам КАМАЗ, это завод тяжелых грузовиков, 7-тонных и 14-тонных на основе конвейера, который поставила итальянская фирма ФИАТ, то есть до этого в Тольятти был завод на основе легковых машин, вот КАМАЗ, причем КАМАЗ строили нас и возили туда все, что необходимо, тяжелые грузовики, которые делались на Украине, завод КРАЗ, то есть Кременчугский автозавод был основан в 58-м году, и вот эти КРАЗы, если вы посмотрите хронику, в том числе фильмы, оба фильма, который там снял Александр Аскольдов, это КРАЗы, которые строят КАМАЗ, КАМАЗ, слава Богу, в отличие от ЗИЛа, погибшего, полностью разрушенного, уничтоженного, выстоял, продолжает, вы видите, каждый день грузовики, они чистят наши улицы, увозят наш мусор, вот это все строили комсомольцы, в основном 50-51 года рождения, то есть социологию набережных Челнов очень хорошо выводить, понимая, какому поколению принадлежат первостроители этой крупнейшей стройки, были и другие стройки, там Братск, но вот в девятой пятилетке это была самая яркая стройка, туда поехал работать, ну не в отчаянии, а вот такое принял решение, я же говорю, у него формула судьбы, Аскольдов, такое авторское решение, естественно, делать он ничего не умел, приходилось ему обучаться, но в какой-то момент в бытовку, в перерыве вошел один из руководителей стройки, такой демократичный человек, молодой, я не буду называть его имя, но такое изощренно татарское, ничего нам не скажет, хотя о нем всегда Аскольдов с теплотой отзывался, этот человек разговаривал с молодежью и быстро вычислил, что какой-то совсем нетипичный приезжий Аскольдов, а там они ходили все, им выдавалась форма, и они масляной краской на спине кто-то чрезвлекал, а кто-то просто грубо масляной краской писали город, откуда приехали, и вы можете в фильмах Аскольдова увидеть эти тужурки, на которых грубо написано Воронеж или там Ростов-на-Дону, ну так вот, вот он быстро вычислил, что это какой-то нетипичный, не очень плебейского вида человек, и спросил откуда, Аскольдов сказал из Москвы, говорит, умеешь чего-нибудь, нет, он сказал, чего умеешь, говорит, ничего, не умею особо, а чем до этого занимался, чему учился, он говорит, кино, учился, ты что, можешь снимать кино, он говорит, да, могу снимать кино, он говорит, можешь снять фильм о стройке. Он сказал, могу. И вот воле этого партийного руководителя, одного из руководителей строительства, была выдана Аскольдова аппаратура, был ему придан тогда начинающий документалист Владимир Левин, и они вдвоем стали снимать фильм о КАМАЗе, о том, как идет стройка. В итоге получилось диалоги, 72-й год и 74-й, два фильма. Один называется «Товарищ КАМАЗ», 49 минут. Второй называется «Жизнь моя КАМАЗ», второе название более… Нет, вы по фильму поймете, что это не шутка, когда я вам говорю, что молодежь 50-51 года рождения приехала, и моложе, то есть 17-летние еще, несовершеннолетние, приехали строить, это реально их жизнь. Я сейчас расскажу про фильмы, поэтому. Значит, ну просто «Товарищ КАМАЗ», такое название куда-то отсылающее вот теперь, а вот «Жизнь моя КАМАЗ» — это уже название такое очень типичное для Брежневской эпохи, тем не менее. В общем, на первом фильме работал, например, в качестве одних из команды режиссерской Владимир Меньшов, будущий оскаровский лауреат. Он есть в титрах. Так вот, первый фильм 49 минут, второй фильм 69 минут. Второй фильм подвергся цензуре, был выброшен эпизод про Марину Цветаеву, Елабуга, там недалеко от Камского города, набережной Челны, и Аскольдов, просвещенный филолог, туда включил эпизод про жизнь и судьбу Марины Цветаевой, этот эпизод был исковеркан. Уменьшили количество разговоров на пункте межгорода, ну вы понимаете, как бы телефонов не было в общежитии, звонить между городами можно было только на почте в междугородном пункте, такие будки, ты сидишь, кричишь, вот эти разговоры, записи этих разговоров сделал Аскольдов и включил их в оба фильма. Это очень сильная часть, причем там есть и официальные разговоры, когда какие-то чиновники звонят, там что-то требуют, и частные интимные разговоры записанные. Так вот, получилось два феерических фильмы документальных, очень нетипичных для Брежневской эпохи, потому что, несмотря на то, что речь идет о девятой пятилетке и о центральной стройке молодежной ударной комсомольской, и все едут и пихают в кадр свои путевки, там прямо написано комсомольская путевка, так вот, этот фильм посвящен просто стремлению человеку к счастью в любой момент своей жизни, особенно молодой человек. Там есть очень критические эпизоды, когда комсомольский работник собеседуется с парнями, которые хотят уезжать, они приехали, поселились, вдруг вся романтика выветрилась, вдруг стало понятно, что столовой нет, чего есть непонятно, он говорит, я в пять утра встаю, стакан кипятка выпиваю, а столовой-то нет, чего же есть, и потом работать. Потом, говорит, в пять вечера приезжаю, а столовой-то нет? Ну, в общем, вот там вот все это вошло, очень трогательно. Там есть типы, которые, судя по всему, пьют, с ними ведут беседу и говорят, мы не можем его взять, вы вот два месяца поработали, за шесть месяцев, за год у вас шесть мест работы, то есть мы таких не берем. Вот, там какие-то более интимные беседы, там есть люди, которые живут в бытовке, у них уже семья, родились дети, они о чем-то мечтают. Там есть кто-то, кто получил квартиру, там есть родители, которые спрашивают, а что у вас продают-то в магазин? Он говорит, да все есть, кефир есть, простокваш есть, котык есть, такие вот детали. В общем, фильм очень нетипичный, там вот этого вот какого-то пафоса советского застоя нет, там обращение к человеку, там эти лица, там эти надписи, там танцы в обоих фильмах, в одном танец почему-то в темноте при свете фар, а второй танец шерочка с машерочкой танцуют где-то на крыше. И это удивительно, она один из лучших документальных фильмов 70-х годов. Ну, оба, я имею в виду эту диалогию Левина и Аскольдова. Потом из этого фильма, между прочим, если вы изучаете кино, родился очень нетипичный тоже советский фильм. После семи лет простоя Кира Георгина Муратова снимает фильм вот на этом материале, буквально, явно она видела картины Аскольдова, поскольку они были показаны по центральному телевидению, а потом были убраны в архив из-за понимания, что это снял Аскольдов с его судьбой, связанной с комиссаром. То есть один показ по центральному телевидению был, и все, и до свидания. Значит, «Познавая белый свет» ее картина Нина Русланова, Людмила Гурченко 78-го года, спустя уже какое-то количество лет, в 76-м году был открыт КАМАЗ. В этой картине вы, кстати, можете увидеть в качестве эпизода руководителя драм-кружка играет другой герой моей лекции Виктор Арестов. Аскольдов в 81-м году, а я сказал, что у него всегда были хорошие знакомые, он назначается руководителем киноконцертного зала «Россия». Это место сейчас не существует, оно снесено, на этом месте находится парк «Зарядье». Вот киноконцертным залом руководил он, не гостиницей, а именно киноконцертным залом. В киноконцертном зале, в частности, проводился Московский международный кинофестиваль. Руководил он им пять лет до 85-го года, пока его не уволили за финансовые махинации. Ну, такие формулировки можно было придумать любому. Вы понимаете, как в советские годы было много дефицита, и в том числе, чтобы содержать хороший зал, надо было как-то исхитряться и где-то покупать микрофоны, которые были в дефиците, и так далее. В общем, его уволили оттуда, и второй раз исключили из Коммунистической партии Советского Союза, в которой он верил и поступал за... После исключения он в 70-е годы опять туда вернулся, поскольку он был такой вот, как Герман вспоминает, верующий коммунист. Говорит, мы-то не верили в это, а он-то верил, и его так били. И Герман в интервью вспоминает про Аскольдова. И в 1984 году он, например, все-таки, да, он еще директор концертного зала, он по воспоминаниям жены, он там самореализовывался. Он, в частности, сотрудничал с Раймондом Паулсом, и благодаря Раймонду Паулсу, то есть и благодаря Аскольдову Раймонд Паулс там сделал свой знаменитый концерт, за который получил государственную премию и стал суперзвездой, официозной в композиторском мире. То есть это статус, это очень важно. Он там еще какие-то спектакли ставил, то есть условно говоря, спектакли без указания автора. То есть он самореализовывался все-таки как режиссер, который хотел этим заниматься, а не просто директор. Но, тем не менее, до исключения в 1984 году он успел съездить, например, во Францию, и вы можете увидеть его в эпизоде фильма «Отаро и оселянин». Без указания в титрах, но вы его можете увидеть, он там играет. Соответственно, его исключают из партии, и тут начинается перестройка. Чудесное время. Всего шесть лет. С 1985 по 1991 год. Особенность нашей перестройки в том, что она бурлить начала не в Кремле, а начала она сначала бурлить на Васильевской улице в Союзских интеграфистов. Союзский интеграфистов выступил тем местом, откуда произошла перестройка и разрушение Советского Союза. Гигантской тоталитарной державы. В какой-то момент главой Союза кинеграфистов СССР избирается Лем Климов, режиссер фильма которого лежат на полке. Заместителем избирается Андрей Смирнов, фильм которого «Осень» лежит на полке. А у него есть еще более радикальный фильм про революцию. Страшный фильм, тоже короткометражный. Так вот, они избираются и назначается из киноведов комиссия во главе с Андреем Степановичем Плаховым и Вячеславом Шмыровым, который начинает снимать с полки фильмы. Ну, не сразу. Уже, конечно, Горбачев объявляет перестройку, но все равно демократия пришла сначала в Союз кинеграфистов, а потом в страну. Так вот, они начинают снимать с полки фильмы, показывать эти фильмы, выпускать в прокат. В прокат эти фильмы выходили в ограниченный, то есть в кинотеатр клубного показа. Маленькие залы кинотеатров с двумя залами, кинотеатр «Спорт», кинотеатр «Рекорд» в Москве такие были, да, больше не существуют оба. Тем не менее, можно было прийти и за 20 копеек смотреть, снятые с полки фильмов. Все приходит к 87-му году, самый такой яркий пик творчества Союза кинеграфистов. А Союз кинеграфистов, поскольку их перло всех и какой-то возраст у руководителей киносоюза был адекватный, они ездили по миру, Лос-Анджелес, Франция и укрепляли связи. Эти связи в 87-м году, пик интереса к Советскому Союзу в целом, привел к тому, что гигантское количество каких-то очень знаменитых мировых звезд приехало на московский кинофестиваль. Роберт Де Ниро был представителем жюри, он потом еще раз был представителем жюри спустя много лет, я помню, мы его встречали в Шереметьево. Десантис приехал, Габриэль Гарсиа Маркес приехал, Ванесса Редгрейв приехала. В общем, была какая-то огромная банда суперзвезд. И, соответственно, поскольку приехали звезды, было огромное количество прессы, в том числе зарубежной. И было много пресс-конференций и интервью. И на одной из пресс-конференций, где журналисты сидели даже на полу, у Елема Климова, главы Киносоюза, спросил французский журналист, все ли фильмы, положенные на полку во времена советской цензуры, выпущены, прокат, сняты с полки. И Елем Климов сказал, абсолютно все. И Андрей Плахов, куря сигареты, сказал, абсолютно все. Запись этого существует, слава богу, вы можете смотреть. В этот момент к микрофону прорвался огромный человек, который сказал, что нет, все не так. И очень коротко рассказал судьбу фильма «Комиссар», который к тому моменту, 20 лет спустя, с полки снят не был. Дальше события развивались стремительно. Во-первых, журналисты взяли миллион интервью у Аскольдова, поскольку демократия, свобода, можно с кем угодно разговаривать, чего до этого не было. Во-вторых, его нагнал, Елем Климов, и сказал, «А ты знаешь, что Горбачев против твоего фильма?» И Аскольдов впервые это узнал. А надо сказать, что судьба очень смешная. Горбачев был против комиссара, а из Коммунистической партии по воспоминаниям Аскольдова первый раз Аскольдова увольнял Борис Николаевич Ельца. Официально занимал какой-то пост, который позволял ему об этом сообщить Аскольдову. Так вот, несмотря на истинную коммунистическую веру, Аскольдов скептически относился к лидерам, в том числе к конкретным лидерам, которых я называю. В итоге был сделан показ закрытый для участников московского фестиваля. А потом Габриэль Гарсиа Маркес, который на следующий день встречался с Горбачевым, попросил Горбачеву этот фильм показать какой-то более широкой аудитории. Горбачев был продавлен, согласился. Аскольдова об этом сообщили. Он успел позвонить в Киев Раисе Недашковской и сказал, садись на поезд, ну знаете, Киев-Москва, так же как Петербург-Москва за ночь приходит, приезжай, завтра будет показ. В итоге в Белом зале союза кинтографистов был показан фильм «Двадцать лет спустя комиссар». Причем во время фильма и свистели, то есть против фильма люди выступали. На сцене были все Ролан Быков, Нонна Мордюкова, все по списку. И дальнейшая судьба Аскольдова фантастическим образом изменилась. Картина вышла для мира в конкурс Берлинского фестиваля восемьдесят восьмого года. И получила серебряного медведя, то есть второй по значимости приз, приз жюри. И еще три награды, приз фипреси прессы, коммунического жюри, там, в общем, куча наград. Там же еще на пресс-конференции была приглашена на все фестивали, на многие фестивали мира, от Сан-Франциско там до Генуи. В итоге картина была куплена в сорок одну страну мира, вышла в прокат, в кино. Вы можете найти плакаты на любом языке мира этого фильма. И последующие годы Аскольдов преподавал кино в Италии, в Германии, в Швеции, в Великобритании. Он даже одним из его студентов был один из принцев британской королевской фамилии. Они объездили весь мир с картиной. И актеры, и режиссер. Нонна Мордюкова стала всемирно известна благодаря этой картине. Так она была такого как бы отечественного. Ошиба, звезда. Надо сказать, что Аскольдов еврейская тема и вот эта сцена, которая упала в его фильм как бы с небес, как бы откуда-то выпрыгнула такое проявление авторства, неожиданное такое, интертекст, говоря профессиональным языком. Так вот, эта тема его занимала, это была его основная тема. Он написал в какой-то момент сценарий фильма о Соломоне Михоэлсе и должен был его снимать. Естественно, этот фильм писался под конкретного актера, под Ролана Александровича Быкова. Соломон и Михоэлсе должен был играть Быков, а у нас до сих пор не существует фильма о Соломоне и Михоэлсе. И только смерть Быкова в 98-м году отменил отменил этот проект. В итоге сценарий был переработан, поскольку Аскольдов филолог в роман. Роман издан в Германии в 98-м году. У нас не издан, у нас нету этого романа. Не хотел Аскольдов его издавать здесь почему-то. Ну, он аргументировал это в интервью. Вот как-то так. Аскольдов умер в 2018-м году. Он жил в Москве, ездил по миру, преподавал и представлял фильм. В 89-м году, например, был специальный показ в Конгрессе США. И все потом приветствовали, весь Конгресс стоял, хлопал. И 4 часа задавали вопросы Нонне Мордюковой и Аскольдову не только про фильм, но и про Советский Союз и про все, что с ним связано. То есть это фигура влияния и произведение влияния, очевидно. Он умер в 2018-м году во втором по величине шведском городке Готеборь, который по-русски звучит как Готеборг, такой студенческий город, 500 тысяч населения. Там жила его дочь и правнучки. Внучки и правнучки. И считал себя с одной стороны счастливая биография и несчастливая судьба. И шок судьбы, который в 30-е случился, собственно, был отпечатком того, что сделал своим фильмом в 60-е Аскольдов. Вот собственно все, что я хотел рассказать об этом человеке. И напомню, что книжки про Аскольдова нет и не будет. Документальный фильм Валерия Балаяна вы можете найти в сети. Он называется «Александр Аскольдов. Судьба комиссара». Имеется в виду комиссар с маленькой буквы. Имеется в виду коммунистическое верование Аскольдова. Там об Аскольдове в фильме помимо самого Аскольдова вспоминают друзья Юрий Норштейн, Ролан Выков и те, кто у него снимался Раиса Недашковская, Норна Мордюкова и те, кто его наблюдал Алексей Юрьевич Герман. вообще Балаяна, вообще фильмы Балаяна смотрите, это интересные фильмы. Я в этот раз мало рассказал про эстетику, поскольку один фильм, я рассказал главные элементы, которые выплескиваются, но какой-то цельной эстетики, кроме общего гуманизма Аскольдова, которого интересовал человек, несмотря на то, что Аскольдов был еврей и коммунист, его интересовали не идеологические, а базовые человеческие вещи. Библия это базовая книга и для евреев тоже в какой-то части, соответственно, его интересовали те базовые, общие и для христианского, и для еврейского мира основания человечности, поэтому в своих документальных фильмах, и в своем игровом фильме он высказывался об этом, он всегда говорил, что это мой фильм о любви, в самом широком понимании. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ